У нас будет сейчас еще один доклад, а затем будет передать, чтобы мы немножко проглавить в конфликте. Я, во-первых, хочу поблагодарить Алексея Владимировича, очень формирующий мировоззрение врача доклад. Поэтому я видел его уже и хотел и желал бы, чтобы я приехал в специалисты, которые лучше всех в России знают эту проблему. И занимаются очень давно, и я думаю, что у нас теперь это есть. Спасибо. Следующий доклад у нас оказывает опыт применения магнитного поля, аппарата Полимак, заболевания поля магнитного аппарата. При разных арктических заболеваниях применяются аппараты, а не эффективны. Представитель Геннадского фрикорного завода с медицинского отдела. И мой доклад основан на данных о главном военном клиническом госпитале Мининг Буртенко. И подготовлен он заведующим физиоскортическим отделением Шаховым Александром Александровичем, заслуженным врачом Российской Федерации. Вообще, вопросом изучения механизма лечебного действия магнитных полей было посвящено значительное количество работ. Рассматривали магнитные поля различных видов частот и уровней индукции, их влияние на процессы регенерации поврежденной костной ткани и мягкой ткани конечностей, травмы и заболевания суставов. Вообще, первые сообщения об использовании магнитных полей как стимуляторов и регенерации поврежденных костных тканей и окружающих мягких тканей сделали Энзе в 1935 году, Лензе в 1938 году. У нас Савелев в 1971 году в экспериментальной клинической работе показал, что у больных к концу четвертой недели, а с момента переломки костей, под воздействием магнитных полей в крови максимально повышалось содержание гликокротеринов, кальций, фосфор, калий, натрия, железа. А к концу восьмой недели эти показатели нормализовались. Заживление костных ран наступало в среднем на две недели раньше, чем у больных, не получавших магнитных терапию. Беллотта за этими гнами в 1992 году привели данные о применении магнитных полей для лечения и профилактики остеопороза, вызванного гормональной недостаточностью у женщин в возрасте 55-65 лет. Использовали пульсирующие магнитные поли интенсивностью 5 пилитеслов, частотой 50 Гц, с позицией 30 минут в течение 21 дня. С повторным курсом лечения через каждые 6 месяцев. Отмечено увеличение костной массы, поэтому сочетание магнитной терапии с кальцитонином повышает стимуляционный процесс костного ремодулирования. В 1992 году в Итальянском травматологии Косты и Георгии Тачачи были сделаны сообщения о результатах лечения больных с переломами бедра. Больным через 7 дней после травмы проведена операция интервью-синтез и они подвергались воздействию пульсирующему магнитному полю. Полность сращения бедра наступала к 90-му дню, а в контрольной группе, где магнитное поле не применялось, данный срок составлял 114 дней. В данном примере показано, что в комплексном лечении магнитных полей курс лечения у нас сокращается. И далее хотелось бы привести данные непосредственного опыта применения магнитной терапии аппаратом Полимак-01 именно в госпитале Бурденка. В данном случае я рассматриваю здесь два заболевания, это деформирующий артроз и переломы. Деформирующий артроз – это заболевание суставов генеративно-дистрофического характера, характеризующихся поражением суставных крещей и околосуставных тканей. В основе заболевания лежат нарушения обменных процессов в организме человека, что отражается на состоянии суставов. Суставные крещения в данном случае не получают питательные вещества и постепенно изнашиваются. Деформирующий артроз характеризуется преждевлением старения суставного креща. Заболевание проявляется болеем суставов, искривлением, деформацией, сопутствующим исполнением суставов. Магнетотерапию применяют в данном случае с целью улучшения кровообращения, микроциркуляции в суставе, обменные процессы и тем самым затормозить процессы состояния крещевой ткани. Магнетотерапия аппарата Полимак в госпитале была назначена 84 больным, деформирующим артрозом. Из них 41 женщина и 43 мужчина. По диагнозам заболевания распределялись следующим образом. Деформирующий артроз забедренных суставов 27 человек, деформирующий артроз коленных суставов 32 человека, полиусиор артрозы с преимущественным поражением мелких суставов костей 100-25 человек. Все больные на лечение магнетотерапии направлены в период обострения заболевания. Основной жалобой была боль в пораженных суставах при ходьбе, в покое и в ночное время. Объективно определялась деформация суставов, небольшая отечность, в отдельных случаях наличие избыточной синавиальной жидкости в коленном суставе. Методикой проведения лечения в данном случае являлась следующей. Основные излучатели, которые аппарат Полимак представляет собой гибкие площадки размером 40 на 60 см, они сворачивались в виде соленоиды на пораженные суставы конечностей, с северной полярностью к телу. Магнетное поле импульсное, бегущее по горизонтали с правовращением. Частота магнитных импульсов 100 Гц, первая половина курса лечения и 10 Гц во второй половине. Интенсивность магнитного индукта с увеличением от 10 до 20 млтс. Экспозиция 20-30 минут ежедневно и курс лечения составлял 15 процедур. По окончании курсовой магнитной терапии у 82% пациентов получен хороший терапевтический эффект, выражающийся в исчезновении болевого синдрома в ночное время и в покое, значительное уменьшение боли при ходьбе, исчезновение отечественности и уменьшение роста суставов при пассивных движениях. Больным отменяется прием анальгетик и противовоспалительных препаратов. У 18% больных получен удовлетворительный результат от применения магнитной терапии, так как удерживалась умеренно выраженная боль во время ходьбы. И там назначался повторный курс магнитной терапии. Далее переломы костей применения в госпитале. Магнитная терапия аппаратом Толима была назначена 42 пациентам с переломами костей. Из них 23 женского и 12 больных мужского пола. По диагнозам заболевания больные распределяли следующим образом. 24 человека с закрытыми переломами, плечевой, лучевой, локтевой и малогерцовой костей. 18 человек с открытыми переломами, лучевой, малогерцовой и большеберцовой костей. Магнитная терапия назначена в острый период. С 5-7 дня после травмы наложение мультилизирующей повязки, компрессионно-диструкционного аппарата и резавра. У всех больных до применения магнитной терапии сохранялся болевой синдром в зоне перелома, оперативного вмешательства, а также отечность конечности. Деформация в различной степени выраженности в области перелома кости. Наличие металлических фиксирующих конструкций, примененных для совмещения костных отломков, не являлось противопоказанием для применения магнитной терапии. А наоборот, намагниченные металлические конструкции позволяли усиливать действие магнитных полей непосредственно на костную ткань. Импульсная магнитная терапия назначали для улучшения кровообращения и микроциркуляции в зоне поврежденной кости, тем самым способствовали более быстрому рассасыванию кровоизлияния в окружающие переломы мягкие ткани, а также уменьшению мышечного спазма, предупреждению развития тумбодвижности и контрактуры в суставе смежного с переломом, развитие атрофии мышц. Импульсная магнитная терапия стимулировала регенерацию поврежденной костной ткани и способствует образованию прочной костной мозоли. Геотодика проведения процедуры следующая. Плоский основной излучатель размещали на конечность или на грудной клетку в зависимости от области костей, полярности северной полярности в первой половине курса лечения и южной полярности во второй половине курса лечения. Параметр магнитного поля пульсирующая, частота 10-16 Гц, интенсивность 6 млтс. Курс лечения в данном случае составлял от 15 до 20 дней. Всем больным в комплексном лечении назначали только магнетотерапию. И во время применения магнетотерапии наиболее выраженно проявились обезболивающие, противоотечные, рассасывающие эффекты. А при применении металла остеосинтеза проявилось противовоспалительное действие. Нагноения после операционных рано отмечено не было. У всех больных получено хорошее образование костной мозоли. При закрытых переломах после снятия мебилизации функции тугоподвижных суставов устанавливалось через 5-7 дней. И в целом, примерно 85% больных был положен хороший лечебный эффект. Осталось, что сохранялась умеренно выраженная боль и отечность. И выводы, которые делает Александр Александрович по своему опыту лечения, являются следующие. На основании клинических наблюдений можно сделать вывод, что магнитотерапия аппаратом полимат при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата и окружающих тканей по методике локального и общего воздействия высокоэффективно. При применении аппарата отчетливо проявляются противовоспалительные, противоотечные, рассасывающие, трофически обезболивающие, антиаллергически стимулирующие и противные процессы поврежденных костных, хрящевых тканей действий. По-видимому, механизм лечебного действия магнитотерапии связан с мобилизацией защитных сил организма. Магнитотерапия может применяться как эффективный метод монофизиотерапии, если у больного имеются противопоказания к значению электролечения, теплолечения, лазерной терапии и т.д. В связи с имеющимися заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опухолями, наличием металлических конструкций. Магнитотерапия с помощью применения аппарата полимак может эффективно применяться как самостоятельный метод лечения при заполеваниях опорно-двигательного аппарата, инфицированных и неинфицированных повреждений опорно-двигательной системы, а также сочетанием с инфигментозной терапией и другими физическими факторами. Методика магнитотерапии проста и удобна в исполнении, не нагрузится для сердечно-сосудистой системы, поэтому может широко применяться во всех лечебно-профилактических учреждениях. Дальше я хотел показать как раз неизображение тех аппаратов, которые производит наш завод. Вопрос в том, что сейчас почему в конце вы сможете подойти к стендруктеров плавец, это пора в том, что у нас какие-то свои профессиональные инфигменты? Сейчас вы видите изображение аппарата Полимак, у нас уже идет модифицированная версия на электророзе, а данный аппарат у нас применяют непосредственно в физиотерапевтических отделениях или кабинетах, он представляет собой сам аппарат и плюс дополнительные излучатели. Ваши услуги при лечении аппарата здесь достаточно интересны. А вот эти круглые излучатели расположены справа, имеющие более высокое глубокое проникновение, это для пациентов с глубоко расположенными суставами. Вот она самостоечка, и вот сверху излучающий модуль локального излучателя, они до 45 млтс. То есть это где-то в районе около 15 см глубина проникновения. И еще хотелось бы ответить то, что во время переломов магнитотерапию надо накладывать непосредственно на гипсовую лангетку. То есть магнитное поле проникает через гипсовую лангетку. Показания применения здесь помимо опорно-двигательного аппарата тоже достаточно широкий. Здесь данный аппарат, нам утвердили медицинскую инструкцию в Минздраве с возможностью применения аппарата в педиатрии. Там указаны у нас ограничения по индукции в зависимости от возраста детей. А более конкретные методики у нас сейчас идут в разработке. Работа у нас ведет Хан Майя Алексеевна, это у нас с Российского научного центра вознательной медицины и реабилитации. Медицинская реабилитация и курортология, прошу прощения, сейчас название изменилось. Мы их ожидаем в конце мая, в начале июня. Теперь мы можем сказать на полном основании, что законно можем применять наши аппараты в педиатрической практике. Данные аппараты, тот же подкровостейский импульс, негерующий магнитный поле, аппарат АЛМАК-02, он у нас является как среднее звено. По своим функциональным возможностям, он, конечно, аппарат АЛМАК-02 более низко. Ну, в чем удобство данного аппарата, то, что возможность его применения непосредственно около лежачих больных, непосредственно быть в палатах. То есть, если мы АЛМАК-02 используем только стационарно, то данный аппарат мы можем уже непосредственно в палатах. И последний аппарат, и нашим пульсомагнитным поле, это аппарат АЛМАК-01, это выпускаем его уже более 10 лет. Используется он также в палатах, и его возможно рекомендовать для реабилитации пациента в домашних условиях. У меня все, спасибо за внимание. Спасибо.